Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 28 августа, Православная Церковь совершает праздник Успения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Ко времени своего блаженного Успения Пресвятая Дева Мария прибыла в Иерусалим. Слава Ее, как Матери Божией, уже распространилась по земле, и многих завистливых и гордых вооружила против, которые покушались на Ее жизнь. Но Бог хранил Ее от врагов. Дни и ночи она проводила в молитве. Нередко Пресвятая Богородица приходила ко Святому Гробу Господню, воскуряла здесь фимиам и преклоняла колено. Не раз покушались враги Спасителя препятствовать посещать ей святое место и выпросили у первосвященников стражу для охраны гроба Спасителя. Но Святая Дева, никем незримая, продолжала молиться пред Ним. В одной из таких посещений Голгофе перед нею предстал Архангел Гавриил и возвестил о Ее скором переселении из этой жизни в жизнь небесную, вечно блаженную. В залог Архангел вручил ей пальмовую ветвь. Матерь Божия вызвала праведного Иосифа из Аримафии и учеников Господа, которым возвестила о своем скором успении. Апостолы, число которых и исчислить нельзя, слетелись, говорит святой Иоанн Дамаскин, подобно облакам и орлам, чтобы послужить Матери Божией. Всех их собрал Святой Дух, чтобы они сподобились благословения Пречистой Девы Марии и благолепнее устроили погребение Матери Господней. Настал третий час, когда должно было совершиться успение Пресвятой Богородице. Пылало множество свечей, святые апостолы с песнопением окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Пречистая Дева Богородица. Она молилась в ожидании своего исхода и пришествия своего вожделенного Сына и Господа. Внезапно облистал неизреченный свет Божественной Славы, перед которым померкли пылавшие свечи. Видевшие ужаснулись. Верх помещения как бы исчез в лучах необъятного света, и сошел сам Царь Славы, Христос, окруженный множеством ангелов, архангелов и других небесных сил с праведными душами праотцев и пророков, некогда предвозвещавших о Пресвятой Деве. Увидев своего Сына, Божия Матерь воскликнула, «Величит душа моя Господа, и возрадовайся дух мой о Бозе, спаси моем, якопрезренно смирение рабы свои я». И, поднявшись с ложа, для встречи Господа поклонилась ему. Господь приглашал ее в обители вечной жизни. Без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне, Пресвятая Дева предала душу в руки своего Сына и Бога. Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивна и успение ее, «Как воспевает Святая Церковь, Бог Вселенной Показует на тебе, Царица, чудеса, превышающие законы природы. И во время рождения Он сохранил твое девство И во гробе соблюл от истыления тела твое». Благоговейно и со страхом, лобызая причистое тело, апостолы освящались от Него и исполнялись благодати и духовной радости. Для большего прославления Пресвятой Богородицы всемогущая сила Божия исцеляла больных с верою и любовью, прикасавшихся к священному одру. Оплакав свою разлуку с Матерью Божией на земле, апостолы приступили к погребению ее причистого тела. Святые апостолы Петр, Павел и Иаков с другими из числа 12 апостолов понесли на своих плечах одра, на котором возлежало тело Преснодевы. Святой Иоанн Богослов шел впереди с райской святозарной ветвью, а прочие святые и множество верных сопровождали одр со свечами и кадилами, воспевая священные песни. Это торжественное шествие началось от Сиона через весь Иерусалим в Гефсиманию. Когда шествие достигло Гефсимании, там с плачем и рыданием началось последнее целование причистого тела. Лишь к вечеру святые апостолы могли положить его во гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем. Три дня они не отходили от места погребения, совершая непрестанные молитвы и псалмопения. По премудрому смотрению Божию апостолу Фоме не суждено было присутствовать при погребении Матери Господней. Придя в третий день в Гефсиманию, он с горькими слезами повергся пред гробовой пещерой и громко выражал сожаление о том, что не удостоился последнего благословения Матери Божией и прощания с ней. Апостолы в сердечной жалости о нем решились открыть пещеру и доставить ему утешение, поклониться святым останкам Преснодевы. Но, открыв гроб, они нашли в нем одни только ее погребальные пелены и убедились таким образом в дивном вознесении при святой Девы с телом на небо. Вечером в тот же день, когда апостолы собрались в доме для подкрепления себя пищей, им явилась сама Матерь Божия и сказала «Радуйтесь, я с вами во все дни». Это так обрадовало апостолов и всех бывших с ними, что они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя, часть Господа, и воскликнули «Пресвятая Богородица, помогай нам». Этим было положено начало чину возношения по ноге, обычаю возношения части хлеба в честь Матери Божией, которая и до ныне хранится в монастырях. Дорогие братья и сестры, сегодня совершается празднование иконы Софии «Премудрости Божией» Новгородской, чтимые иконы Успения Божией Матери Киево-Печерская, Авиновская, Псково-Печерская, Семегородная и Пюхтицкая. Празднуется иконы Божией Матери Моздокская, Ацкурская, Цилканская, Влахернская, Владимирская, Ростовская, Гаинацкая, Бахчисарайская, Чухломская, Сурдекская и Тупечевская. Я сердечное тепло поздравляю всех с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пусть предстательство и молитвенное ходатайство пред Господом, Царицы Небесные, пребывает со всеми вами. Прекрасных роз, небесный аромат, Тебе я приношу, Святая Дева, На Твой светлейший лик взирать я рад, Благословен Твой плод и Твое чрево. Успения мы празднуем сейчас, В чертоге восхождения Пречистой, У плащеницы плачу всякий раз И вдохновляюсь образом лучистым. Сияет он величием небес, Своей благословенной тишиною, Прославлен совершением чудес, Смирения высокою волною. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова